МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Деловые новости. В студии работает Владимир Беляков. ТАСС сообщает, правительство Великобритании не отрабатывает сценарии проведения нового референдума по вопросу о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, отвечая на вопросы депутатов в парламенте страны. Напомним, в субботу в центре Лондона прошла массовая акция с требованием провести второй референдум, в который, по оценкам организаторов, приняли участие около 700 тысяч человек. Япония прекращает предоставление Китаю экономической помощи, сообщает ТАСС. Правительство Японии в нынешнем финансовом году окончательно прекратит предоставление Китаю льготной государственной экономической помощи, которая направлялась Пекину с 1979 года и сыграла, как считают в Токио, важную роль в развитии КНР, сообщает телеканал NHK. Костак передает. Системные проблемы в сфере привлечения инвестиций озвучил министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан Женис Касымбек. Первое – это вопрос выделения земельных участков. Практически в каждом регионе имеются инвестиционные проекты, по которым необходимо содействие в получении земельных участков, сказал Касымбек сегодня на заседании правительства. Вторая проблема, по его словам, в том, что ряд проектов сдерживаются из-за длительного решения вопроса подведения инженерной инфраструктуры. Третье – не решены вопросы газоснабжения и ценообразования на газ. Четвертое – имеется ряд вопросов по деятельности специальных экономических зон. Пятое – это необходимость внедрения новых инструментов финансирования проектов. Абонентам, не зарегистрировавшим свои IME-коды, не будут оказываться услуги связи. Об этом предупредили в МВД Казахстана, передает Тенгли Ньюс Кейзет. С 1 января 2019 года вступают в действие правила по обязательной регистрации абонентских устройств по схеме код плюс сим-карта плюс ИИН лица. Незарегистрированным абонентам услуги связи оказываться не будут. В этой связи гражданам необходимо зарегистрировать свои устройства связи до конца текущего года. заявили в МВД. Северная Корея в 2017 году приобрела у Китая предметы роскоши на 640 миллионов долларов. Такое заявление сделал южнокорейский политик Юн Сан Хен, передает Тенгли Ньюс Кейзет со ссылкой на Рейтер. По его утверждению, лидер КНДР Ким Чен Ын покупал у Китая и других стран такие предметы роскоши, как гидросамолеты, высококачественные телевизоры, машины, алкоголь, часы и меховые изделия. Юн отметил, что с такими лазейками Ким сможет вовсе избежать санкций, не отказываясь от ядерного оружия. В китайской таможенной службе комментариев по поводу обвинений не дали. Пекин, в свою очередь, заявил, что безоговорочно придерживается международных санкций против Северной Кореи. В Туркменистане полицейские начали штрафовать жителей регионов страны, закупающихся продуктами в государственных магазинах в столице республики Ашхабаде, сообщила «Хроника Туркменистана». В регионах страны ситуация с поставками продуктов значительно хуже, чем в Ашхабаде. В связи с этим жители областей республики устремились за едой в столицу. В свою очередь полицейские, заметив на дороге едущий со стороны Ашхабада автомобиль с региональными номерами, останавливают транспортное средство и проводят досмотр. В том случае, если в машине обнаруживаются купленные в магазинах Ашхабада продукты, стражи порядка сообщают, что это запрещено и требуют выплатить штраф. Никаких официальных постановлений о запрете они не предъявляют, а квитанции после уплаты штрафов не выдают. «Хроника Туркменистана» указывает, что очередной запрет может быть либо устным распоряжением вышестоящих органов, либо очередным поводом для сотрудников дорожного надзора получить деньги от водителей. Это были деловые новости. На этом все. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok